Возможно, единороссам не хватило убедительности в агитации, не просто говорить так, чтобы тебя цитировали. Хотя в этом году некоторым это удалось. Красноречием отличились чиновники, депутаты и общественники. Екатерина Хлемязева собрала самые яркие цитаты этого года. Катя, кажется, некоторым публичным людям лучше молчать, чем говорить. Это точно. Одна случайно брошенная фраза, и тебя уже осмеивают даже за океаном. Вот, например, одна из цитат Виктора Назарова в этом году попала в ведущие российские СМИ, а из них уже перекочевала в зарубежные. Его процитировали около 200 американских газет. Про него и про других ораторов года мы собрали материал. Когда стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, Виктор Назаров заявил, получается, единая Россия выиграла на выборах в Америке. Цитату тут же подхватили сначала региональные, потом федеральные, а после и мировые средства массовой информации. Больше всего сообщений было в американской прессе, и это на фоне обвинений России во вмешательстве в ход выборов. Это нужно потом долго разъяснять, там что-то оправдываться. Лучше так не шутить. Впрочем, Виктору Назарову не привыкать. Он за словом в карман не лезет. В мае глава региона пообещал стимулировать чиновников двумя морковками. Одной спереди, другой сзади. Так метафорично губернатор описал систему поощрений глав районов за привлечение бизнеса. Кому по итогам года может достаться морковка сзади, в правительстве так и не сообщили. Своеобразным чувством юмора блистали и депутаты Омского городского совета. Александр Иванов на одном из заседаний выступил в защиту бездомных собак. Стерилизацию дворняк он назвал уродованием, а закончил выступление словами. Предлагайте животных кастрировать, а потом предложите членов комитета. В ответ на это общественная организация друг на своем сайте заявила. В связи с тем, что целями деятельности организации является снижение популяции только безнадзорных животных, мероприятия по кастрации депутата Иванова планом работы приюта «Друг» не предусмотрены. Отличился еще один общественник – историк Игорь Коновалов. Он раскритиковал проект памятника основанию города, созданный чиновниками. По их мнению, скульптурная группа должна изображать Петра Первого на коне, окруженного группой пеших. Среди них Булгальд, Шпрингер, а также безымянный казак и солдат. Такие кандидатуры Коновалова не устроили, о чем он и заявил в своем блоге. Если в центре композиции Петр, который здесь не был, то сама композиция собирательная, и введение в нее собирательных образов спорно. В общем, самым достоверным персонажем в композиции остается конь. А вот мэр Омска Вячеслав Двораковский, судя по всему, теперь в своих заявлениях осторожничает. После того, как градоначальник стал звездой интернета, из-за шутки про обращение к Всевышнему для устранения гололеда, мэр, кажется, вообще перестал употреблять фразы, которые можно трактовать двусмысленно. Екатерина Хлимязева, Омск, здесь.